В региональном отделении партии «Единая Россия» продолжает формироваться состав участников предварительного голосования. Сегодня заявление подал Игорь Панкратов, специалист по защите информации территориального фонда ОМС ПАНАУ. Игорь Панкратов представил полный пакет документов для участия в предварительном голосовании «Единой России», который определит кандидатов в депутаты собрания депутатов Ненецкого автономного округа. Игорь Панкратов родился в 1993 году. Окончил Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики. По специальности инженер по защите информации. Кроме того, Игоря всегда привлекала общественная работа. И сегодня он возглавляет региональное отделение молодой гвардии «Единой России». Кстати, только что он вернулся из Казани, где принял участие в молодежном форуме молодогвардейцев. Событие значимое. Туда приезжал президент Татарстана, и ему можно было задать вопрос. Было еще очень много разных спикеров, и нацелена работа была на то, чтобы показать молодым ребятам новые возможности их развития в плане ораторского искусства, постановки целей команды образования. Игорь, как потенциальный участник предварительного голосования, рассказал, почему решил пойти на праймерис. Я думаю, что это будет малопредпринимательство, потому что многие ребята, я как бы общался с ними, и многие ребята не понимают, как выходить на Россию, как делать оборот больше. И у них затухает производство в Наринмаре. Одна из тематок – это продвижение и малого-среднего бизнеса, помощь. По мнению организаторов, праймерис 2018 особенно популярна среди молодежи. И это не случайно. В рамках проекта действует программа «Политический стартап», в рамках которой молодые участники праймерис могут получить опытного политического наставника из числа действующих окружных политиков. На сегодняшний день в утвержденном составе наставников 16 человек. Кстати, Игорь Панкратов выбрал себе учителя депутата Архангельского собрания Дениса Гусева. Вместе они уже приступили к работе. Сделан первый шаг. Он зарегистрирован кандидатом в качестве участника предварительного голосования. Это тоже очень важно. Важно было выбрать округ избирательный для участия в предварительном голосовании. Следующая у нас модель. У нас мы сейчас будем совместно мобилизацию его сторонников обсуждать, его избирательную программу в рамках предварительного голосования, агитационный период и само участие. Напомню, что по уставу «Единая Россия» при определении кандидатов от партии на выборные должности необходимо обязательно проводить предварительное голосование, в котором разрешается участвовать и членам партии, и беспартийным. Члены других партий принять участие в данной процедуре не могут. Единый день предварительного голосования «Единая Россия» состоится 3 июня в тех регионах, в которых 9 сентября запланированы выборы в региональные парламенты и городских административных центров. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».